Перед интервью небольшая перекличка. Батрудинов. Здесь. Получается, все здесь. Перед тем, как начнем интервью, я должен уточнить, вы Тимур или его альтер-эго? Я Тимур. Отлично, а то, знаете, всякое бывает. В вашей биографии написано, что еще в раннем возрасте у вас начали появляться незаурядные артистические способности. А в каком возрасте они начали исчезать? Сейчас ни следа нету. Ну, ты сможешь вот так вот? Артистично же? Вас в юморе часто сравнивают с Харламовым. Как по мне, он гораздо смешнее вас шутил, несмотря на то, что был хоккеистом. Может, с Харламовым и с Камеди? А, вас с Харламовым и с Камеди сравнивают? Да, вообще нет шансов. Не знаю, мне кажется, мы разные. Да, вы очень разные. Он смешной, веселый, богатый. Удача мне улыбнулась. Сто пудов. Я у тебя на плюшке. Дальше не знаю, просто пустота. Сто пудов. КВН можно провести и все. И тогда, я не знаю, можно заканчивать. Так, договориться. Я могу договориться, будешь следующую игру вести. Договоришься? Да. У тебя получится? Тимура поставьте вести высшую лигу КВН. Да, ближайшую. Угу. Спасибо. Ну, с тобой свяжутся скоро. Ну, смотри. Если я проведу КВН... С тебя тысяча рублей. Договорились. Ничего себе, ты на камеры сказал, тысяча рублей с тебя. Тимур, спрошу напрямую. Вы гей? Нет. Хорошо. Попробуем не так прямо зайти. Вам нравятся мужчины? Нет. Честно говоря, меня это, ну, так, подбешивает. Мужчины? Ну, то, что... То, что меня гей... Чего они такие красивые ходят, да? Или почему? Я сам по себе нормальный. В общем, мне не нравятся мужчины. Хорошо. Вот из-за того, что вы говорите, что я гей, с женщиной мне после секса говорят, что... Ну и как тебе с женщиной? И вы что говорите, отвратительно? Говорю, потрясающе. Я больше ни с кем не пробовал. Мне не нравятся мужчины. Не, я имею в виду в сексуальном плане. Вообще... Хорошо. А теперь, спустя вот все, то, что мы сейчас проговорили, возвращаемся. Вы гей? Ну, я разве похож? Да. Ну, чем я... То, что я не женат, что ли, до сих пор? Ну, не женат. И я вас с мужчиной видел. С Харламовым? Нет, в... Не в миниатюрах. Я же не шучу сейчас. Я в баре вас видел с мужчиной. В каком баре? Ну, давайте так завуалируем. 17 тонн. Я дружить могу? Просто дружить? Ну, то есть дружба между мужчиной и мужчиной существует? Да. А между мужчиной и женщиной сомнительно. Хотя я дружу с женщинами. Я знаю. Это нормально. Ну, потому что с кем вам дружить? Вы участвовали в проекте «Цирк со звездами», «Танцы со звездами». С какими звездами вы были в паре? Ну, вообще-то я был звездой. С хрена? Ну, я резидент комедий-клаб. Это кто-то может подтвердить? Сейчас будет пара вопросов, чтобы проверить ваши умственные способности. Хорошо? Готовы? Наконец-то. Какое животное говорит мяу? Ну, это такой первый разогревочный. Кошка. И второй вопрос посложнее. Какое животное говорит хрю? Свинья. Спасибо. Отправили ответы на экспертизу. Когда придут результаты, мы вам сообщим. Что это за экспертиза? Ну, бот проверять. Правильность ответов. Там специальная у нас комиссия из семи человек в кабинете. Правда ли, что из-за ваших мимических морщин вас часто за глаза называют, извините, мошонкой? Меня так никто не называет. Ну, ладно, это, видимо, мой какой-то загон. Извините. Вам в следующем году 50 лет не надоело стричься, как 16-летняя лесбиянка? Ну, вообще-то мне в этом году 45 исполнилось. Я рассказал, в следующем году 50. По чем слушаете? В этом 45. А в следующем 50? Да. Это по какой системе? Гол плюс пас. У вас год за пять проходит. Сколько вам лет яиц кладете? Сколько вам лет яиц кладете? Да, это я сразу же сориентировался и скаламбурил. Сначала спросил, сколько вам лет, а потом думаю, о, это же звучит как в омлет. И сразу же вставил, кладете яиц. Дальше могу продолжить своих. У вас же одно осталось. Ты чего? Быкую. Вы родились в РСФСР. Это что-то типа ракомакофо? Ракомакофо. Офигеть. Получается, даже если вы женитесь, у вас не будет первого танца молодых. Ну, типа вы старый уже. Жена у меня молодая будет. Насколько молодая? Какую вы жену сколько лет хотели? Любви все возрасты. Покорные. То есть даже шестьдесят лет норм. Ну, я исключаю такую возможность, что мне кто-то шестидесятилетний прямо настолько понравится, что я захочу жениться. Ты сам сказал шестидесятилетний, не шестидесятилетний. Шестидесятилетний тебе может понравиться. Я сказал кто-то. Мужичок. Не надо, не надо, не надо ля-ля. Я просто крючочки расставляю, ты на три попался уже. Хотя я изначально знал уже все. У вас недавно вышла какая-то песня с Алексеем Воробьевым. Да, Холостяк называется. Не слышал? Нет. А она есть на Яндекс.Музыке? Да, конечно. Ни разу не попадалась мне. А, вот что значит Яндекс.Музыка точно подберет музыку, которая тебе понравится. Мне из Камеди, кстати, больше всех этот нравился. Его убрали еще потом. Эскалатор. Смешной, да, был? Он нас всех на сцену вывозил. Вы участвовали в шоу с маска. И как вам? Шоу маска называется. Маска. Не с маска, маска. А что, какие там правила? А то мне всякая дичь в голову приходит. Типа вы в масках животных поете и все хлопают. Ну, примерно так все и происходит. Жесть, чувак. В Википедии написано, что ваша карьера в кинематографе началась с сериала «Клуб», где вы исполнили роль лузера. Там ошибка правильно написать, что вы исполнили роль самого себя. Я лузер. Вы у меня сейчас спрашиваете? Если вы у меня спрашиваете, да. Я лузер? Вы у меня опять спрашиваете. Я думаю, что да. Вы лузер. А от слова луза? Бильярд шары катаю. Нет, от слова, наверное, неудачник. Признавайтесь, фильм «Самоирония судьбы» хрень? Нет. А как же самоирония, Тимур? А кого вы там, кстати, играли? Я не все смотрел. Женя Лукашина. Точно. Классный, кстати. Да-да-да, я вот вспомнил. Очень хорошо, прошу. Серьезно, прям потрясающе. За месяц сняли. От идеи до съемок так быстро не снималось. Идея была в 1976 году. До ее реализации, получается, 46 лет прошло. Это не месяц. Ну, может быть, и месяц. 46 лет и месяц. Вы просто такую деталь упустили большую. Тимур, ты много снимался в достаточно хайповых проектах. Если ты хочешь, мы можем еще что-то замутить. Ну, вы сможете замутить что-то круче самоиронией? Ребята, давайте так. Если это видео наберет 500 тысяч лайков, мы Тимура снимем в нереально хайповом проекте, которого он еще никогда в жизни не снимал. Не наберет. Давайте сделаем это и хайпанет Тимур хоть раз в жизни нормально. Вы такой, тупой качок, но при этом не накачанный. Просто проконстатировал, да, свое мнение высказал? Ну, если одним словом описывать, вы бы как себя описали? Я бы вас описал, можно я скажу? Я тупой. А ты не тупой? Ну, сейчас мы про вас говорим. Вот у меня есть потрясающее свойство. Я сразу же на уровень собеседника становлюсь. У Шиповника потрясающее свойство. Мне очень нравится. А можно это будет, ну, 60-ти часовой выпуск? Просто будем говорить тупость. Можно просто на повтор 10 часов подряд. Есть же такой какой-то звук? Угу. Да хорошо, мы сделаем. Да? Да. Все, ныряйте, смотрите 10 часов. Я видел вот так вот. Это я... Меня оператор спросил, будешь курить? Тимур, а что это у тебя за ушком? Ничего себе! Это что, наушники CGPods тюменской компании Case Guru, которые вошли в топ-5 по продажам наушников в России? А что за ухом? В уши же вставлять надо. У них двойное активное шумоподавление и режим прозрачности. Круто звучит? Так ты же ничего не включил. Угу. Купи свои и включай. Тем более цена всего 5490 рублей. Год гарантии. А если что, не ремонт, а замена. Есть и другие модели с флагозащитой. По промокоду БАТРУШИ еще и скидка 200 рублей будет. В 2008 году ты участвовал в цирке со звездами на первом. В 2009 году в проекте Южная Бутова на первом. Также в 2009 году ты стал самым популярным резидентом комедий-клаб. За 2009 год по версии сайта PeopleChoice. Что случилось потом? Ты умер? Почему? Просто ничего потом? Холостяк. Нет, ничего не говорит тебе. Что холостяк? Он после 2009 был у меня. Все-таки был какой-то холостяк у тебя. Я поймал его нахер. Нет, ты меня не затащишь. Ты меня не затащишь в этом. А что, тогда что, холостяк? Может, я рано радуюсь. Что там? Шоу «Холостяк» не слышал такое? А, нет. Ну, просто ты другая целевая аудитория. Ты другая. Это ты другая. Я другой. Просто хочу уточнять эти все моменты. Я другой. А ты другая. Как тебе такой аргумент? Мне он не нравится. Мало ли, что тебе не нравится. А как тебе такое? Ты другая, я другой. Мы на суше, мы на море. Мы не встретимся никак. Ты реально другая. Я читал, что вы до сих пор не женаты. Потому что ищете особенного человека. Ваша цитата. «Избранница должна быть верной женой и заботливой матерью». Да? Да. А что тут искать? Надо на матери и жениться. Да и все. Она заботливая, мать. И верной, наверное, тоже будет. Мать. Все-таки. Ты женись на матери. Понял? А я не говорил, что мне забота. Заботу только мама дает, да? А кто еще? Отец, если он странный. Вы снялись в рекламе кошачьего корма. А для человеческой рекламы вы уже не кодируетесь? Да. Кодируетесь. Да. А, кстати, а какой кошачий корм на вкус? Я его не ел. То есть рекламируете и сами не знаете что? Это неуважение к своим поклонникам. Я вот, получается, год этот корм ем. Мать спрашивает, ты идиот, зачем? Я говорю, ма, ты не понимаешь. Вот тоже Тимур Батрудинов ест вообще-то. А это не правда все? Правда. Что? Ну, если ты такой отбитый, то, конечно же... Ты рекламируешь еду, я ее покупаю и ем. Ты кот? Да какая разница, кто я? Я покупаю еду, которую ты рекламишь. Что значит, какая разница? Я в личную жизнь не лезу, допустим. Еда отличается. Еда для людей и еда для котов — это совершенно разные столы. Ты хочешь, что те могут засудить, что ты сейчас неравноправим между людьми и котами? Коты меня засудят? Это в 19 веке было. Коты у них одна, один стол, мы за другим сидим. Сейчас всем уже все равны. Кот не сможет сказать и спеть, как здорово быть котом. Поэтому я спел. Вы же смогли. Но я же не кот. Это знаете, если вы смогли, то и кот сможет, я считаю. Ну, спасибо, что так оцениваете мои способности. Пожалуйста. Я тебе, кстати, в ботинки носал. Это неудивительно. Я же, как здорово быть котом. Меня предупреждал ваш менеджер. Мы бутафорские поставили там. Так ты в них ходишь. Они мне нравятся, потому что. У вас приличная обувь. Насосали? На обувь насосал? Ну, просто она у вас достаточно хорошая, как будто за нее можно. Хочешь? Не, у меня эти, бутафорские. Бутафорские? Бутафор, фирма. Бута и четверка, да? Бутафор. Нет. Бута, рев, русская и ор. Где ботинки ты взял? На ботиночных магазинах. Хорошо, сколько они стоили? Не помню. Если ты не помнишь, сколько они стоят, получается, ты их не покупал. А если ты их не покупал, что следует? Насосал? Да. Ну а как? Тут цепочка одна. Другого не дано, да? Ну ты можешь честно сказать, я не буду привязываться. Купил, купил, окей. Купил, купил. Ну окей, я же не в смысле в чем-то уличить или что-то. Как вы думаете, кто быстрее женится? Вы или Гном Гномыч? Надеюсь, что я. Скорее всего, Гном Гномыч. Скорее всего, Гном Гномыч. А ты что, меня поженить хочешь? Ну да, я же свах. Так мужиков вроде называют не свахами, а сводниками. Тимур, мужиков сводниками называют наркоманами. В вашем возрасте это нормально. Ничего страшного. Или вы не описались? А? Что за пауза была? Писываю. Пописывайте. Можно? Я все понимаю, мэн. Это... Удел всех, кому после тридцати... Обдел. Что обдел? Не удел, а обдел. Спокойно просто писай. Спасибо. А, ты тоже? Что? Ну, решил со мной вместе. Ну, я компанейский. Спасибо большое. Мне довольно часто пишут, что Тимур Батрудинов, цитирую, болван. Это правда? Часто пишут? Ну, да. Где тебе такое пишут? Ну... Вот, например. Или... Вот, следующий. У меня еще семь таких. Надо? Нет, спасибо. У вас был роман с одной из сестер Зайцевых. Какой еще роман? Юнусов. Новая рубрика «Решаем задачки из первого класса». Дано. У Гарика было столько яблок, сколько он захочет. У Тимура не было ни хера. Вопрос. Назовите фамилию Тимура. Есть подсказка. Можете позвонить другу. Это какой предмет? Жизнь. Ну, я без звонка могу сказать. Так? Родригес. Чего Родригес? Фамилия Тимура. Нет. Ну, все, я проиграл. Правильный ответ нужен? Да. В самом конце обычный. Батрудинов. Неожиданно. Чем бы вы хотели заниматься в старости? Сидеть на берегу моря в компании внуков. Получается, не сбылось это все? Что? Кто вам дороже? Я или мама? Ну, сегодня 8 марта. Прости, Богдан. Что прости, Богдан? Что ты хочешь сейчас сказать? Не надо. Мама. Можешь, пожалуйста, женщин с праздником поздравить? Вот на эту камеру. За ней мужик стоит, чтобы тебе удобно было в чувствах любви признаваться. Можно я в ту вот там, где девушка стоит? Ну, тогда же это все будет не искренне. Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с 8 марта. Вы единственная радость, которая есть в нашей мужской жизни. Все, это фальшь полная. Все, не надо тогда. Почему? Я тебе сказал, нормально, искренне можешь поздравить. Сейчас это чувствуется, что это все как-то пластмассовое. Что пластмассовое? Хорошо, окей, давай еще раз, если хочешь, попробуй. Просто искренне можешь поздравить. А что они так говорят? Ну, ты не искренне это говоришь. Девочки, я вас люблю. С 8 марта. Да. Окей. Ё-моё. Мужик, у тебя 100 баллов. По тесту. Вот это где, что говорит, свинья, кошка. Это серьезно? Это сейчас серьезно, 100 баллов, чувак. Спасибо. Хорош. Это что я? Я... Ты на два вопроса правильно ответил. Вот что это. А мне что-то за это будет? Тебе ничего не будет за это. Просто почет и респект бесконечный от нашей передачи. Вымпел какая-то, ручка? Ничего. Карточка. Не. Скидка. Не. Просто круто, молодец. Ну, просто доказал всем еще раз, что ты не тупой. В конце специально для наших подписчиков можете лазером из глаз стрельнуть. Я не умею. Но вы же в ушуительном хоу это делали. Там монтажер. Делает потом на постпродакшене вот эти. Мы же реально в жизни. Ты что, реально думаешь, что мы в жизни пускаем лазеры? Серьезно? Вы даже этого не делаете? Что значит даже этого? Никто этого не делает. Никто не умеет стрелять с лазером из глаз. Да ладно. Вот, уважаемые подписчики, без всякого монтажа. Всех с 8 марта, подписчицы.